ДИМСИМ Повышайте свой водительский навык. Все ссылки в описании. КамАЗ. Но на самом деле он несет в себе идею 4 грузовиков. Таких как КамАЗ 5460, 6440, 65117 и 65201. Ну это мы все с вами посмотрим в рамках этого обзора. Ну а сейчас я скажу такую информацию. То, что он продается в автосалоне Вольво. И в принципе все. Ладно, ребята, давайте начнем. Посмотрим, что же это за КамАЗ такой. Все знаете прекрасно от этого автора. Это КамАЗ от Коралла. Это его обновленная версия. Но, к сожалению, именно в этой версии, которую слили в общий доступ, здесь нет грязи вроде как. То есть грязная вот эта текстура на кабину. И вроде бы как еще трейлеров нет в общем доступе. Ну, бог знает, может быть появится. В общем, для тех, кто катался на этом КамАЗе, да наверняка все уже на нем катались после первого слива. После слива первой версии много очень пошло переделок этого КамАЗа. Мне, если честно, чисто по-человечески автора было жалко. Ну, потому что реально пилили его на запчасти. Просто будь здоров. Ставили действительно хороший КамАЗовский салон. Лучше, я считаю, что сейчас просто-напросто нет. Просто ставили в такие отстойные моды, что, ну, прям как-то не по себе становилось. Ну, ладно, давайте это все лирика. Посмотрим, что же он несет у нас с собой мод. У нас, естественно, идет одна кабина. Как я и говорил, 4 варианта шасси. То есть, 54-60 это 4х2, грубо говоря. Далее у нас идет 64-60. Это 6х4. Ну, как видите, он у меня немножко лифтованный, потому что я поставил пакет полного привода. Если вы этот пакет полного привода ставить не будете, он у вас будет немножечко пониже. Кливерность будет пониже, и вот этого вот просвета огромного здесь не будет. Ну, во второй части обзора я это уберу и покажу, в чем, собственно говоря, различие. Третий вариант шасси. Ну, по факту тоже 6х4, но называется 65-117. Насколько я знаю, трейлеров пока что нет, но вроде бы как должны они быть вообще изначально, как бы продавалось это все дело с трейлерами. Ну, и, соответственно, 65-201 это 8х4. Такой, знаете, северный вариант тягача. Да, он подготовлен, прямо-таки сказать, к бездорожью. Наверняка тут где-то спрятан дополнительный бак. Сам топливный бак здесь большой. В общем, выглядит довольно интересно, так знаете. И как раз-таки, да, для суровой России, мне кажется, именно вот на таком варианте КамАЗа надо было бы ездить. Но обзор я сегодня буду строить на простом варианте. Это 54-60, она же 4х2. В принципе, здесь возможности все те же самые, но здесь их немножечко побольше. Итак, что касаемо двигателей. Двигатели здесь представлены как КамАЗовские, так и движки Каменс. То есть, КамАЗовские у нас идут 260, 360, 400, 440. И все. А дальше у нас уже идут Каменс. Это 500, 600 и 680 с чип тюнингом. Ну, там, наверное, валит вообще нереально. Ну, думаю, в принципе, для этой тележки, для этого КамАЗа вполне хватит движка в 360 лошадиных сил. Далее у нас идет трансмиссия. Здесь, опять-таки, сборная солянка. Здесь есть и КамАЗовские трансмиссии, есть и ЗФовские трансмиссии. Ну, для, так скажем, чистоты эксперимента давайте оставим просто КамАЗовскую, но поставим так, чтобы на ней было 10 ступеней. Далее у нас идет интерьер. Он был немножечко обновлен, но об этом немножко попозже. Во второй части обзора об этом поговорим. Ну, а что касаемо вот этих трех вариантов салона, чем же, собственно говоря, они отличаются? То есть, первый вариант у нас обычный. Ничего, как вы видите здесь, нового нет. Выбираем второй вариант. У нас меняется только, по сути, оплетка руля. Ну, и, в принципе, все, потому что больше по салону никаких изменений я не обнаружил. Ну, и, соответственно, третий вариант. Да, здесь, опять-таки, просто вот такая простая тряпочная какая-то оплетка, не знаю, колхозная. По мне, лучше пусть будет вот так. Далее у нас идет покраска кузова. Как я говорил, здесь грязи нет, но здесь есть, знаете, такие заводские, наверное, цвета. То есть, это голубой, зеленый, оранжевый, желтый, каму, интересно, кстати, смотрится. И такой вот металлический какой-то. Но это уже, наверное, не завод. Это чисто такой кастом идет. Ну, мне, если честно, очень нравится в оранжевом цвете и в желтом. Давайте сделаем его в желтом цвете. Думаю, будет интересно. Ну, и плавно мы с вами переключились в раздел тюнинга. Давайте здесь остановимся поподробнее, посмотрим, что же у нас здесь есть. У нас есть четыре варианта колесных дисков. Первый вариант у нас, как видите, вот такой. Второй. Третий. Ну, можно сказать, четвертый. Даже, да, такой типа у нас тюнинг, колпаки, все дела. Давайте, наверное, мы его и оставим. Интересно, я думаю, будет смотреться. И также у нас идет три варианта резины. Ну, разбросаны почему-то снизу вверх они у нас идут. Вот шоссейка у нас, если что, под третьим вариантом. Вот так вот она здесь выглядит. Такое представление здесь ее в этой игре. Так, V2, V1, B и V1. Ну, здесь, я думаю, чтобы все сочеталось, мы выберем просто с колпаком. Ну, и, соответственно, шоссейный вариант резины. В этом месте мы сможем поставить брызговики, которые вроде как должны болтаться по физике. Первый вариант, второй вариант и третий. Ну, простая резинка. Я сделаю сзади абсолютно точно так же. Сзади здесь можно поставить номер. Но брызговик только ставится с этого ракурса. То есть, обратите внимание, все тоже самое. В этом месте у нас меняется запасное колесо. То есть, ну, типа, да, под реал, чтобы сделать, подбирайте запаску ту, какое у вас сейчас стоит колесо. То есть, ну, я думаю, так будет намного интереснее ездить и как-то целостно это все будет смотреться. Далее идем снизу вверх. Опять-таки номер. Вроде как это все можно поменять. Есть у нас четыре варианта кенгурятников. То есть, по сути, их всего два. Но, грубо говоря, да, такой черный, хромированный, черный и хромированный. Ну, ставить на самом деле я не вижу смысла этот кенгурятник именно на это шасси. Мне кажется, на 8 на 4 шасси он высмотрелся куда лучше. Здесь пока что этого не буду ставить. Далее у нас идет защита фар. Ну, в принципе, в принципе, давайте оставим. Посмотрим. Посмотрим. Здесь у нас идут такие вот места под установку дефолтных лампочек. Но, опять-таки, этого делать я не буду, потому что елку мне делать совсем из этого трака не хочется. В этом месте у нас меняются зеркала. То есть, по дефолту они стоят вот такие обычные, без дополнительных. Второй вариант у нас. На правом зеркале добавляется дополнительное зеркало. Ну и третий, соответственно, у нас и на левом, и на правом появляются дополнительные зеркала. Ну, давайте выберем такой вариант, скажем. Думаю, будет смотреться хорошо. В этом месте у нас можно поставить тонировку. Ну, это уже тюнинг-салон у нас, по сути, пошел. Но давайте я вам, наверное, сразу покажу, как выглядит здесь ковер. Вот. Потому что с салона его, ну, плохо на самом деле видно. Первый вариант ковра с мишками. Второй вариант ковра, ну, такой чисто классический, да, ковер. Третий вариант с оленем. Ну, и четвертый вариант, тоже, знаете, такой ковричек. Довольно-таки неплохой. Так, сори. Ну, давайте выберем вот этот с оленями. В принципе, смотрится он довольно недурно. В этом месте мы сможем поставить спойлер. На самом деле, как-то, знаете, сразу так высоко машина выглядит. То есть, я как-то думал, что с вот этой кабиной будет очень классно смотреться. Но здесь вот стоит воздухан. Его бы, в принципе, можно и убрать, но он не убирается. То есть, он стоит у нас принудительно, и вы его никак отсюда не уберете. Так что, ребята, не обессудьте. Так, ну, здесь у нас уже ставятся шторы как бы назад. Но все равно давайте посмотрим, какие есть. Потому что с салона, опять-таки, не разберешь, как они там выглядят, что и как и почему. Так, ну, с заделом на будущее оставлю вот такой синий вариант. Далее у нас здесь опять идут два места под установку. Мигалочек. Вот так вот они у нас выглядят. Ну, давайте их, наверное, мы удалим. Поставим спойлер. И что, они у нас будут иметь возможность установки? Да, вы знаете, они у нас будут иметь возможность установки. Что также, конечно же, хорошо. То есть, у нас будут вот такие вот две мигалочки. Мало ли вы там вдруг решитесь покататься с ССР или с опасным грузом. Нужно же себя как-то обозначить, правильно? Правильно, ребята. Так, далее смотрим, что у нас есть. Ага, у нас даже есть несколько вариантов лайтбара. Но, по факту, да, это то же самое, что и с кенгурятником. Самое интересное, это вот эти кронштейны. То есть, и сюда можно налепить вообще все, что угодно. Там дополнительные фары. Различных вариантов. Те же дудки. Ну, торчать будет жестко, правда. Почему-то, кстати, сюда дудки бы не поставить. Было бы интересно их здесь увидеть, на самом деле. Ну, или те же мигалки. Но здесь они, если честно, выглядят как-то правдоподобнее, да, вот на вот этих поставках, нежели чем на кабине. Ну, да ладно, это уже чисто такие мои придирки. Так что, ладно, ребят, давайте не будем особо к этому придираться. Уберем просто-напросто их. Так, ну что, в принципе, все. Далее у нас уже идет тюнинг салона. Так что давайте мы, наверное, туда и с вами переключимся. По внешке. В принципе, все. Вроде бы как я ничего не пропустил. Но если что-то и пропустил, то пишите в комментах. Ну, это касательно козырька еще, да, то есть, либо такой, либо такой. Как тут, я не знаю. Давайте выберем такой. Окей, смотрим салон. То есть, начинаем слева и идем направо. Соответственно, дефлектор. Дефлектор с логотипом. То есть, вот сюда у нас добавляется логотип КАМАЗ. Но почему-то с салона этого не видно. Вот, обратите внимание, КАМАЗ. И, соответственно, то же самое у нас без этого логотипа. Ну, давайте поставим без лого. Далее у нас идут зеркала, то есть, про которые я и говорил вам ранее. Здесь у нас идет тонировка. В этом месте ставится навигатор. Здесь у нас идет полоска. Полоска плюс лого. Вот, с внешки, на самом деле, это, конечно, плохо заметно. Потому что здесь стоит козырек. Ну, там, где написано КАМАЗ. Так, далее. Просто полоса. То есть, это обычная черная такая полосочка. От солнышка нас типа защитит. Ну, и синяя такая полоса. Ну, на самом деле, в рыве глаз смотрится. Так что, я просто обычную полосу, наверное, оставлю. Далее, идем вниз. Здесь у нас бортовой компьютер. Оставим. Автономка. Здесь у нас идет, ну, что-то типа антирадара. В этом месте можно поставить рацию. Также рацию можно поставить и вот сюда. Ну, ровно как и GVC-шную магнитолу. Соответственно, здесь то же самое. Ну, вы сами уже принимайте решение, как вам будет удобно. В этом месте у нас три варианта идут столиков. То есть, отличаются они только цветовой гаммой. По наполнению, значит, что у нас здесь есть. Очень здесь у нас много различного тюнинга. Ровно как и своего собственного, да, добавленного, так скажем. Ну, кстати, да. Давайте мы, наверное, вот сюда поставим флажочки. Где-то я тут видел. Вот они, флаги. Отлично будет, я думаю, смотреться. В этом месте, допустим, мы кинем блокнотик. Так, в этом месте, допустим, телефончик можно такой положить. Ну, а тут сигаретки, думаю, закинуть. Думаю, будет смотреться довольно-таки неплохо. Но, опять-таки, да, вы можете скомпоновать, как вы сами захотите. Здесь у нас идут часы, столик снова. Заводской вариант. Это у нас здесь так называемый видеорегистратор. Но, по факту, это просто думис с переднего стекла перенесён сюда и просто развернут. Ну, здесь у нас уже идёт тюнинг DLC кабин. Здесь, соответственно, у нас есть свои, можно так сказать, весюлечки-побрякулечки. Я их вешать не буду. Сами, ребят, скачайте, посмотрите. Если вам что-то нужно будет, поставите. Здесь у нас меняется козырёк. Шторки. Вот такие вот у нас есть стандартные варианты. Ну, скажем, стандартные, которые идут вместе с этим камазом. Ну, и, соответственно, дефолтные. Ну, так как у нас сзади вроде синие шторки стоят, давайте сюда тоже подвешиваем синюю. Полностью дефолтные аксессуары здесь. Здесь у нас ставится динамик. Тут у нас меняется опять-таки шторка. Ну, на той стороне посмотрим. Кликаем сюда. Всё практически то же самое. То есть, можно также скомпоновать это всё дело с задними шторками. Ну, ставим вот такие вот голубенькие. В принципе, конечно, хотелось бы, чтобы они были именно вот в таком виде, с такой компоновкой. Ну, вот так. Окей. Обивка у нас далее идёт. Ух ты, смотрите, всё прям такое синее становится. Прям такой интим у нас. Ха-ха. Давайте выберем. Оставим. Здесь у нас спалка вторая. Не знаю, зачем она нужна. Ставить её не буду. Здесь ковёр. Уже показывал. Ну, здесь у нас, соответственно, идёт, ну, что-то типа одеялка. Давайте вот такое синенькое выберем. В этом месте у нас меняется сидушка. То есть, можно поставить такую одинарную, либо вот такой большой, огромный диван. Но назад тогда непонятно, как попадать. Поэтому оставляем пока такую. Здесь также есть своего рода такой тюнинг. Обратите внимание, людей можно посадить. Ну, этого я на самом деле не люблю. Так что, просто поставлю сумку. Сюда можно поставить полочку. Вот такую полочку, огромную, высокую. Либо вот такой вот ковричек, на который вы также сможете накидать различного тюнинга. Ну, практически, который на 80, наверное, процентов перетянут с полки. Опять-таки, да, смотрите сами, что здесь есть. Думаю, вы разберётесь в этом. Ну, здесь можно поставить сидушку, если у нас ничего не стоит. То есть, вот таких вот две, допустим, сидушки сделать. Для полной, так сказать, для полного погружения. Ну, просто ставлю коврик. Далее идёт у нас обивка пола. Думаю, самое нормальное это будет вот это. Так, ребят, ну, в принципе, наверное, всё. Вроде бы я ничего не пропустил. То есть, всё, что можно здесь установить, я установил. Но, опять-таки, если вдруг пролистал, быстро, потому что всё делаю. Пишите в комментариях, может быть, реально я что-то упустил. Ну, что, ребят, вот такая вот у нас получилась первая часть обзора. Во второй части вас ждут полевые испытания. Так что не переключайтесь. Я думаю, будет весьма интересно, ребята. Ну, что ж, есть у нас возможность ещё раз оглянуться в салоне этого КамАЗа. Я поначалу думал, что здесь есть шагающая камера, но нет. Здесь, когда мы мышку переводим вправо, то у нас вот такой вот альтернативный вид. Ну, это, видимо, специально как бы заточено под суровую Россию, да, чтобы не особо так заморачиваться, потому что в зеркало, как правило, там нифига не видно. И просто так раз посмотрел, что здесь. Ну, на самом деле, так себе идейка. Я бы лучше просто ставил шагающую камеру, но да ладно. В общем, давайте посмотрим с внешки вообще, что он из себя этот КамАЗик представляет. Такой вот ральчик я зацепил ради примера прицепов. К сожалению, здесь своих, которые, ну, продавали с ним в комплекте, нет. Но зато у нас работает мигалка. Итак, мигалка, как видите, у нас включилась. Это у нас габариты. Это, соответственно, подъем. Ага, то есть это у нас, получается, габариты. Ближний, дальний. Все это у нас, соответственно, индикация идет полная. А, то есть я раздельно просто не поставил. Окей. Так, ну что, давайте мы... Ой, что это, что это, что это, что это? Я потерялся-то прям. Так. Где наша плохая погода? Так, ну, как видите, да? Имеет она у нас два положения. Ну, давайте запустим двигатель, раз уж на то пошло. Один раз нажимаю, пауза. Ну, и второй раз нажимаю, соответственно, все это дело молотит. Из-за недостатков, да, это то, что, когда наши дворники работают, их не видно вот здесь, вот в этом, так сказать, регистраторе. Как-то, ну, непонятно. То есть, получается, что он как бы перед ними, что ли, стоит. Недоработка есть в этом плане. В остальном, по зеркалам... Да, блин, почему я все время нажимаю на эскейт? В остальном, по зеркалам у меня никаких вопросов не возникает. Все они читаются, и любое зеркало можно подстроить. Что касаемо сцепки, да, то есть, как видите, да, не смотрите на то, что здесь так низко трал лег. Плюс ко всему, у меня еще полноприводный вариант шасси, то есть, он немножечко повыше. Если же вы все-таки будете кататься с обычным шасси, не будете подключать 4х4 пак, КАМАЗ у вас будет немножечко пониже. Зацепляется это все, сами видите как. Окей, ну что, давайте, наверное, немножко прокатимся, послушаем звуки этого замечательного КАМАЗа, этого замечательного движка. Давайте. Обратите внимание, все анимировано. Шнур от рации анимирован. Висюльки, вот эти вся мишура, тоже анимированы. На боковых шторках, ну и здесь я не поставил шторку. Смотрите, тоже все анимировано. Что касаемо брызговиков. Также анимированы. Я думаю, эта фишка с брызговиками все-таки уйдет потом в народ. Вот стопудово. Так, ну звук поворотников у нас здесь чисто дефолт. Давайте попробуем немножко чисто проехаться, пошли послушать звуки на ходу, так сказать. Ой-ой-ой, резкий такой поворот. Ну да, все-таки чувствуется, что центр тяжести довольно высокий и тянет, чувствуется, что тянет рачок. Ну, в остальном, мне придраться не к чему особо. Да, на самом деле, не хочется это особо делать. Потому что, ну, действительно, КамАЗ сделан с очень-очень-очень хорошим настроем. Это видно. Ну, вот это вот, конечно, висюльки вот эти все так болтаются. Интересно все так выглядит. Не ожидал я, что можно вот именно не стандартные, не дефолтные шторки так анимировать. Ну, еще и плюс боковые, и то, что у нас вот здесь вот болтается в спальнике, да. То есть, ну, классно на самом деле, все очень классно. Итак, ну что ж, давайте, наверное, мы здесь с вами остановимся. Звуки какие-то непонятные, такое ощущение, что самолет летит. Так, ну и часы. Бортовой компьютер, соответственно, здесь, как вы видите, да. Меняется полностью. Навигатор можно также весь переключать. Так что вот так. Ну что, ребятки, вот такой вот получился обзорчик на данный КамАЗ. Ссылка на скачивание данного мода, по традиции, будет находиться в описании к данному видео. Ну и, в принципе, на этом все. С вами был Алексей. Я желаю всем хороших и приятных покатушек на этом КамАЗе. Ну и, конечно же, отличного настроения. Как же без него? Все, ребята, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok